Лето – пора свежих овощей и фруктов. Многим уже не терпится вновь почувствовать вкус сочного арбуза или дыни. Но люди часто забывают. Бахчевые – продукт сезонный. Раньше времени он может созреть только при наличии нитратов. Мы взяли прибор, специальный нитрометр, и решили проверить. Вот сразу хочу сказать, приехали мы на Красный Камень, здесь две торговые точки, уголка потребителя нет, документов разрешающих нет, санитарных, медицинских книжек нет. Допустимая норма для арбузов – это 60 единиц. На обоих точках было 190, 210. То есть это в три раза, более чем в три раза превышает. То же самое касается дыни. Для дыни норма 90 единиц. Мы убедились, что в одном месте в два раза, а в другом месте в три раза превышает. Такие рейды в летний сезон проходят регулярно. Члены общественной палаты и представители администрации Ленинского городского округа проинспектировали несколько бахчевых точек в городе Видное. На удивление, в этом году незаконно установленных нет. Наша задача – отмониторить эти точки, посмотреть основания, чтобы они действительно были проверить медицинские книжки. Ну, опять же, в рамках мониторинга, да, это все полномочия Роспотребнадзора, в том числе и то, что мы сегодня видели. Я думаю, что это повод для сигналов соответствующих органов Роспотребнадзора. Уголок потребителя мы увидим в понедельник. Судя по тому, что предприниматель нам сегодня сказал, если мы это не увидим, ну, соответственно, штраф в рамках административной комиссии им обеспечен. С приходом бахчевого сезона появляется еще одна проблема. И она уже связана не с нитратами, а с сознательностью жителей. Члены общественной палаты убедительно просят бездумно не выбрасывать корки от арбузов и дынь. Просьба жидкость сливать, а корки упаковывать в пакет и плотно завязывать. И тогда только выбрасывать либо в мусорный контейнер, либо в мусоропровод. У кого что в доме есть. Почему? Потому что вот эта вот жижа, вода, она скапливается, жара, мухи, насекомые. Впервые за много лет проверка дошла и до сетевых магазинов. И если на бахчевых развалах, которые располагаются на улице, значительное превышение нитрат, то давайте посмотрим, сколько нитратов в магазинах. Там, где эти арбузы и дыни продают абсолютно официально и со всеми документами. 227. В разы больше, чем мы бы приобрели арбуз на бахчевом развале. Вот такой вот результат там, где их продают официально. Похожие результаты с дынями. Понятно, что употреблять такие бахчевые небезопасно. Грозит отравлением и неприятными последствиями. Нужно понимать, что если продукт созрел раньше, вряд ли он созрел благодаря природе или суперяркому солнцу. Это происходит, скорее всего, благодаря химии и прочим нитрата содержащим веществам. Традиционно началом бахчевого сезона считается август. В середине месяца смело можно приобретать арбузы и дыни. А для удобства покупателей общественники вышли с предложением оснастить все развалы нитрат-тестерами. В отношении торговых точек, где были выявлены нарушения, администрация округа и общественная палата намерены отправить запросы в Роспотребнадзор. Именно он уполномочен штрафовать собственников за несоответствующие к продаже товары. Юлия Пагасян, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видно этого.